Очень интересно наблюдать за Землей из других измерений. Если бы вы знали, как много происходит на планете процессов, о которых вы даже не догадываетесь. Пока что не догадываетесь, но частично эта информация уже начинает раскрываться. В особенности в докладе AllatRa Science, посвященном вопросам климата. Например, информация о септонных и нейтринных полях взаимосвязи двух огромных вулканических кальдар на Земле. Вам уже что-то известно об этом? Нет? Так давайте вместе более детально вникнем в эту информацию. Смотрите, это Земля и материки на ней. Это материк Северная Америка, а это Евразия. Между ними Тихий океан. А вот это так называемые тектонические плиты. Тектонические плиты – это большие блоки земной коры, которые плавают на магме. Магма – это нечто наподобие жидкого огня, наполняющего недра земного шара. В результате столкновения тектонических плит образуются горные цепи, а на стыках плит, как правило, и происходят землетрясения и извержения вулканов. Есть на Земле и огромные вулканические кальдары, которые вы также назвали супервулканы. Их ваши ученые обнаружили с помощью спутниковых снимков, сделанных из космоса. Извержение супервулкана влечет за собой неминуемые климатические изменения по всей планете. На Земле есть несколько супервулканов, например, кальдера Тоба в Индонезии, кальдера Айра в Японии, камчатский супервулкан Карамшина, кальдеры на территории Северной Америки, Лонг Велли и Йеллоустон. О Йеллоустонской кальдере как раз и идет речь в докладе АЛЛАТРА. И на это стоит обратить особое внимание. Ведь, как указано в докладе, сегодня данная кальдера является одной из самых больших природных угроз для человечества. В чем же опасность? В том, что под кратером Йеллоустонского супервулкана на глубине 8 километров расположен огромный пузырь бурлящей магмой. А площадь самого супервулкана около 4000 квадратных километров. Это равняется примерно двум площадям города Лондона. Если огромный Йеллоустонский супервулкан придет в действие, то может быть извергнуто более 2500 кубических километров вулканического вещества. Достигнет не только атмосферы, но и стратосферы Земли. Таким образом, в случае извержения уже в первые минуты будет уничтожено все живое в радиусе 1200 километров. А потоки раскаленного газа и пепла будут распространяться со скоростью, близкой к скорости звука, уничтожая все на своем пути. Территория стран США и Канады полностью покроется пеплом. В течение нескольких дней вулканические выбросы, блокирующие солнечный свет, покроют территорию планеты, принося с собой серьезные трудности для жителей Земли. Ученые Международного общественного движения «АЛЛАТРА» выяснили, что опасность также состоит в том, что кальдера Йеллоустон синхронизируется с большой вулканической кальдерой Айра, расположенной на противоположной стороне Тихого океана, на территории Японии. Это обозначает, что активность одного супервулкана влечет за собой активность другого, то есть происходит своеобразное дублирование. Эти два супервулкана связаны, словно сообщающиеся сосуды. В докладе по этому поводу сказано следующее. Было замечено, что процессы, происходящие в их недрах, определенным образом взаимосвязаны между собой и нередко взаимообусловлены. Установлено, что даже после активации адаптивных механизмов в кальдере Айра нейтринное излучение и напряжение септонного поля, зафиксированное как в районе кальдере Айра Япония, так и Йеллоустонской кальдере США, оставались практически идентичными. Все эти и многие другие факты свидетельствуют о накоплении в недрах Земли энергии, которая во время своего выброса способна спровоцировать разрушительную общепланетарную катастрофу. По расчетам наших специалистов, это произойдет в ближайшие десятилетия. А если одновременно взорвутся два супервулкана, кальдера Айра и Йеллоустонская кальдера, расположенные в разных частях света, то это грозит полным уничтожением человечества. Прочитайте доклад об изменениях климата полностью, то узнаете еще больше интересного. Информацию о том, как выйти из сложившейся ситуации и преодолеть надвигающиеся трудности. Каждому человеку под силу просто решить любые вызовы природы, если смотреть на них с иного уровня восприятия, с совершенно иной позицией сознания, выйти за привычные рамки трехмерности. Жить ограниченными иллюзиями все равно, что жить в темной комнате всю жизнь. Так и не узнав, что такое Солнце. Расширяйте свои познания о мире и о себе здесь и сейчас. И вы непременно найдете в себе ту дверь, которая откроет для вас ваш богатый внутренний духовный мир. И позволит узнать о мире гораздо больше, чем вам кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...